Дамы и господа, позвольте представить вам уникальный набор от Бёрнер. Вот уже более 50 лет ваш неизменный помощник на кухне – овощерезка от Бёрнер, которая производится только в Германии. Гарантия качества, знак на V-образной поверхности – Бёрнер, сделан в Германии, и металлический логотип на раме тёрки. Рама укреплена и имеет широкие нескользящие резиновые ножки, обеспечивающие максимальную устойчивость. Новая овощерезка имеет 4 режима нарезки, а 5-й режим обеспечивает абсолютную безопасность хранения. В отличие от устаревших моделей, это имеет кнопку автоматического регулирования режима работы. Необходимо нарезать овощи большими кусочками – нажмите на кнопку. Турками среднего размера – нажмите на кнопку. Тоненькой стружкой – нажмите на кнопку. Посмотрите, как мы нарезали перец колечками большой толщины. Запомните, всегда вам нужно использовать плододержатель. Больше ничего не осталось? Нажимаем на кнопку и режем на более тонкие ломтики. Как две капли воды, похожие друг на друга колечки и ломтики средней толщины. И снова нажимаем на кнопку и тоненькими ломтиками нарезаем мягкий красный перец для нашего вкусного салата. Одно нажатие на кнопку, и вы с легкостью получите тончайшие колечки. Это возможно благодаря уникальной овощерезке V-PRIMA. Единственное в мире приспособление, способное нарезать овощи такими тонкими ломтиками. Как только вы закончили резать, обязательно переведите овощерезку в пятый безопасный режим. Взгляните на эти произведенные в Германии стальные лезвия. Попробую-ка я сломать их. Не думаю, что вам удастся. Дамы и господа, смотрите внимательно. Для защиты от холода я надеваю перчатки. Для эксперимента я раздобыл кусок льда. Потрогайте. Это замороженный при низкой температуре кусок льда. Я пытаюсь затупить лезвия, как если бы они использовались уже много лет. Посмотрим на результат. Натертый лед совсем как снег. А теперь проведем эксперимент с помидором. Ни одного испорченного кусочка. Помещаем очищенную луковицу в держатель и нажимаем на красную кнопку. Все, что вам теперь необходимо делать, это перемещать луковицу вверх-вниз. Вот так вы можете нарезать толстыми колечками всю луковицу без остатка. Все без слез. Перед тем, как пожарить лук, разберите просто колечки. Если вы хотите получить очень тонко нарезанные колечки лука, овощерезка V-PRIMA нарежет их для вас за одно мгновение. Так, совсем без усилий, вы нарезали тончайшие колечки лука для салата. Вы убираете все лишнее. Луковица нарезана вся и абсолютно без слез. Так и только так вы отныне будете нарезать лук. Так ваш помидор зафиксирован. Он не выпадет из держателя. Теперь мы можем нарезать его, например, толстыми кружочками. Одно нажатие на кнопку, переходим на второй режим. И второй помидор нарезан аккуратными, одинаковыми ломтиками. Еще одно нажатие на кнопку, третий режим и третий помидор идеально нарезан. Одно нажатие включает в режим тонкой нарезки. Мы получим тончайшие кусочки. Это возможно только на чудесном немецком кухонном приборе V-PRIMA. Экзотические фрукты для украшения блюд быстро и легко нарезаны благодаря шикарным, не затупляющимся немецким лезвиям. Нарежу-ка я несколько кусочков для нашего оператора. Покупая картофельные чипсы в магазине, вы платите за упаковку, внутри которой воздух и вредные для здоровья добавки и консерванты. Больше так продолжаться не может. Я покажу вам, как из одной картофелины приготовить вкусные и полезные картофельные чипсы для вас и всей вашей семьи. Теперь, когда картофелина нарезана тонкими ломтиками, единственное, что вам необходимо сделать, это пожарить их в масле. V-PRIMA идеально подходит для шинковки капусты. Вам необходимо разрезать качан на две половины. Я приготовил четверть краснокочанной капусты, я порежу ее сначала крупными кусочками. Быстро, легко и удобно вы можете нарезать капусту для приготовления вашего блюда. Посмотрим, что получилось после шинковки капусты. Это невероятно! Так легко, без усилий, мы получили тончайшую, как волосы, капустную нарезку. Такую свежую и хрустящую. Превосходное сочетание для вашего салата. Вау! Посмотрите-ка, что умеет Тина. Я тоже могу творить чудеса. Быстро и легко, ни один кусочек не пропадает зря. Быстро, вкусно, без лишних отходов. Что у нас здесь? Сочное яблоко, нарезанное ломтиками одинакового размера для яблочного пирога. Кому вручную удастся так аккуратно нарезать три твердые морковки? А такой аккуратной нарезки мечтают все хозяйки без исключения. Посмотрите, как аккуратно стальные лезвия режут клубнику на кусочки одинакового размера, прекрасно подходящие для украшения блюд. Возьмем баклажан, установим овощерезку на среднюю толщину и нарежем баклажан одинаковыми кусочками. Если вы поклонник китайской кухни, вы запросто можете приготовить рулетики из баклажанов по оригинальному рецепту. Разве это не здорово? У вас получились прекрасные кусочки для приготовления японских и греческих блюд. Раскроем вам один секрет. Прежде чем поместить апельсин в держатель, сделайте во фрукте надрез и веприма сотворит чудо. Эти на первый взгляд совершенно обыкновенные кусочки послужат превосходным украшением для коктейлей или сырных тарелок. Незаменима овощерезка и для нарезки лимонов и апельсинов для превосходных коктейлей. Разрезав лимон пополам, мы получаем отличное украшение для рыбных блюд. Вот. Спасибо. Я приготовлю бёрнер-бургер, используя все режимы веприма. Булочки уже нарезаны. В качестве основы мы порежем листья салата айсберг. Вот. А теперь нам необходимо тонко и красиво порезать помидор на равные кусочки. Мы порезали целый помидор. Одно нажатие на кнопку, мы регулируем овощерезку и нарезаем луковицу. Это занимает одну секунду, ведь так времени на слезы не остается. Одно нажатие на кнопку, на очереди сверхтонкая нарезка. Маринованные огурцы нарезаны тонкими, почти прозрачными кусочками. Это потрясающе быстрый в приготовлении бёрнер-бургер. И вот как мы его приготовили. Прежде всего, мы кладем на булочку листья салата айсберг. О, вы не забыли о говяжьих котлетах? Отлично! Положите их на салат. На них аккуратно нарезанные помидоры. Колечки лука – неизменная часть любого бургера. Немного маринованных огурчиков, майонеза и, наконец, немного кетчупа. Острого или сладкого – на ваш выбор. Кладем вверх булочки на место и, вуаля, наш бургер готов. Тина, специально для тебя, я выбрал самый большой бургер. Давай попробуй. Я знаю, это вкусно и быстро, ведь он приготовлен с помощью В-прима. Теперь пришло время второй вставки. Менять вставки стало намного проще. Нажмите на красную кнопку, сдвиньте предыдущую вставку в позицию со стрелками, замените вставку. С В-прима вам больше не нужно покупать замороженные продукты, ведь за секунду вы сможете сами приготовить картофель фри. У вас на кухне самый быстрый аппарат для приготовления картофеля фри в мире. Ешьте на здоровье. Лук-порей длинный, поэтому его всегда так трудно нарезать. Но с нашей овощерезкой это больше не проблема. Вы можете легко и быстро нарезать любые овощи, даже самые длинные, такие как сельдерей – превосходное дополнение полному витаминов овощному супу, так необходимого для полноценного питания. Одно нажатие кнопки, и сейчас будем нарезать овощи кубиками. Давайте поработаем. Сначала мы двигаем продукт вниз, потом поднимаем вверх, делаем вращательное движение и снова вниз. Вращательное движение, вверх и вниз, быстро и легко, снова вверх и вниз, и вот у нас идеальные кубики лука. Порезанный такими кубиками лук идеально подходит для приготовления множества блюд. Прополоскайте овощерезку под проточной водой, и она снова чистая. Мы вынимаем режущую вставку с 12 лезвиями и кладем ее в контейнер для хранения. Устанавливаем на ее место третью режущую вставку с 24 лезвиями и принимаемся за работу. Благодаря этой вставке мы можем приготовить смесь овощей, аккуратно нарезанных тонкой соломкой. Любое количество огурцов быстро и тонко. Такой тонко нарезанный огурец – первый шаг к правильному и здоровому питанию. Ну а теперь с зелеными овощами покончено. Порежем-ка мы дайкон. Соломка в 3,5 мм толщиной. Просто потрясающая соломка. Добавим яркости салату. Порежем немного полезной для зрения моркови. Нарежем немного красного перца для нашей овощной смеси. Смесь выглядит необычно, но чтобы это было готовое блюдо, нужно совсем немного. Все, что нам нужно сделать, это смешать все ингредиенты в полезном и вкусном салате и заправить его оливковым маслом или уксусом. На ваш вкус вы можете также добавить горчицы. Вкусно будет и с ней, и без нее. С выпрямой вы можете приготовить любой салат.